МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год назад вышли управляющие компании о том, что идут у них убытки. Мы рассчитали стоимость тарифов, вышли к депутатам. Депутаты наши городские, городские, они принимают непосредственно. Тарифы, еще раз говорю, это не тарифы за ремонт содержания. Это не тарифы отопления, это на уровне муниципалитета. Депутаты озвучили, что давайте специализированную организацию отдать, и пусть они обсчитают, как должно быть по факту экономически обосновано. Соответственно, мы вышли в конкурсную документацию, котировки. Где-то в сентябре-октябре выходит организация. Мы даем соответствующие все документы. У нас 10 управляющих компаний, разные поселки, дома, удаленности, высота, кирпичи, все это учитывая, все документы дали. Где-то в феврале, в январь-феврале выходит результат по всем домам. Там действительно были процентовки достаточно высокие по некоторым. Мы взяли 80%, уменьшили там по... В целом где-то 80% домов на 150-250 рублей на квартиру. Увеличение. Но, да, но опять же, это 80% всех домов мы уменьшили. Мы убрали дома аварийные, убрали там возраст, убрали поселково-Елецкую сивую. Мы там не стали повышать. Это в убыток идет управляющим компаниям, которые в условиях севера теряют серьезные деньги, особенно предподготовки к зиме. Но, депутаты, понятно, то есть они смотрели все документы, проголосовали большинством, за исключением ЛДПР, ребят, извините. И дальше вопрос тариф повышения. Только после, когда новый конкурс не действующий, а когда будет конкурс, управляющая компания заявляется на конкретный лот, дома, поселок, только тогда идет повышение. Но жители могут сами принять тариф уменьшен. Ну, это, конечно, ни одна управляющая не зайдет. На управление, потому что она будет уже убыточной. 250, 150, 250 рублей на квартиру. Но еще раз говорю, это только при новых конкурсах. Я не могу согласиться ни с одним словом. К сожалению, нет депутата Тишенко, который руководит... Вы же есть. Да, он лучше владеет темой. У него было обоснование, почему нельзя повышать тариф этот. Никто не прислушался. Сначала, ребята, поясните, куда деваются те деньги, которые мы уже платим. Там, условно говоря, 100 рублей. Почему надо 200 рублей платить? В этот тариф, Игорь Ильич, что входит? Если вы говорите... Ремонт содержания, жилопомещение, управляющая компания, уборка, чистка, где-то текущий ремонт. Вот это. Содержание территории. Вывоз снега. В чем убытки управляющих компаний? У нас вывоз снега, понятно. Потом у нас тарифы на порядок меньше, чем центральная Россия. Но при этом тарифы... Ваш вопрос. Что за отмена, что за повышение и в чем суть вопроса? В чем суть вопроса? Что я, с моей точки зрения, и как специалист, с кем я консультировался, повышение является незаконным. Потому что изначально не было просчитано, куда тратятся те деньги, которые собираются сегодня. Не просчитано. Второе. Аргументация этого повышения. Это какая-то там левая контора за определенную сумму денег, она как бы подписала. Экспертная контора. Мы знаем, как заключение экспертизы. Я бывал в судах, я знаю, как все это делается. Небольшие сложности делала. И третье, что самое главное, что в период подготовки к голосованию по изменению Конституции, в период пандемии, в период самоизоляции, собирается, задать сессию с одним единственным вопросом, для того, чтобы поднять тарифы, это, я считаю, удар ниже пояса, ну, не только людям, горожанам, да, ты, вы говорите, там, 150-200 рублей. Дело не в этих рублях, дело в самом принципе, этика, моральная сторона вопроса. Я считаю, что так делать недостойно. Поэтому это должно быть отменено в ближайшее время, вот до голосования, которое начинается уже через неделю. Хорошо. А вот кто будет тогда то, что вошло в это повышение? Я же так понимаю, что вошло в это повышение, это тоже уборка того же подъезда, уборка при домовой территории, уборка снега. То есть, если мы говорим отменить, то кто это будет делать? Нет, они делают, им хватает этих денег достаточно, они еще прибыль остается. Вот, я услышу, по 28 миллионов, вот Геннадий, по 26 миллионов прибыль управляющих компаний имеет, а он говорит, не хватает их обедения. Слушайте, вы давайте, вот, у нас документы все есть, не более, более, да, скажу, скажу, 10 управляющих компаний, так для сведений, в городе, в целом. Тогда предлагаю все-таки сесть за круглый стол, значит, вы выложите свои аргументы, вы выкладываете свои, потому что я считаю, здесь просто отсутствие диалога. Меня не запрошли на сессию вообще. Значит, это неправильно, то есть, нет диалога, потом начинаются вопросы. Вот человек говорит, что у него есть о том, что они имеют сверхприбыли, а вы говорите, что они имеют сверхубытки. Ну так надо сесть за стол-то, в чем проблема? Все депутатам было предложено. Слушайте, да бог с ними, с депутатами, есть же люди. Что у нас депутаты вот так? Ну, подчиненные держатели, Единая Россия голосует, как вы сказали, что они голосуют. Там справедливо, Россия, Единая Россия, 4 человека. Нельзя просто взять и просто плюнуть. Я еще раз вам говорю, есть депутаты, а есть люди, но если у людей, люди не согласны с тем, что за что депутаты проголосовали, почему их надо им отказывать-то в разговоре? Мы для чего с вами работаем? Мы же не для депутатов работаем, а для них. Поэтому в чем проблема-то, я не понимаю. Вот я всю жизнь говорю своим подчиненным, от того, что вы недоработали, потом начинает работать президент России. Потому что люди уткнулись в стену, они пишут президенту России, Владимир Владимирович, помоги. Ну это же, зачем это делать-то? В чем проблема-то, я еще раз говорю, времени хватает, что ли? Ну сел, пригласил людей, скажи, если люди увидят абсолютно аргументированные расчеты, они же умные люди-то, они скажут, ну да, что-то значит не стыкуется. Но у них-то другая правда. Но надо же это свести, не бывает двух прав. Где-то же истина посредине. Соберите людей, сядьте и посмотрите. В чем проблема еще раз. Геннадий Князев, ТНТ, Воркута.